Книжки церебральной сортины или саму идею церебральной сортины? Несколько вопросов. Первый это, как вы видите, человека, нормального человека, ну будущего, скажем так, который должен пройти церебральную сортина. И второе это, есть ли определенные списки профессий, скажем, ну, четкое распределение по мозгу, там, структуры и профессий. Потому что профессий много. Таких список нет. А будет ли обеспечить профессии? Будет такой список и будет обязательно рано или поздно по одной простой причине, что инструмент для того, чтобы иметь такой список, мы можем, мы должны что сделать? Взять, набрать талантливых людей и сейчас, поскольку пока нет томографов, сделать после их смерти срезы мозга, их исследовать. На обработку одного мозга, одного человека, три сотрудника тратят в среднем год. Это без исследований. Поэтому вероятность, то, что это будет кто-то финансировать, равна нулю. Это раз. Второе. Уровень разрешения современных томографов сейчас достиг 10 микрон. Это предел. Дальше надо использовать оптические элементы рентгеновские. Можно это сделать. Вся техника существует. Сделать можно. И можно сделать быстро. Вот тогда можно будет уже сканировать действительно про профессии, отбирать. Хотя сейчас только можно сказать о художниках, музыкантах. Ну, может быть, фальшивомонетчиках. Ну вот. То есть сейчас очень малый объем обработан так, чтобы быть критерием оценки человеческих способностей. То есть это дело будущего, когда будет приборы с разрешением пространственным около одного микрона. Поэтому никаких списков не существует. Но я думаю, что это скоро появится. Ну, по поводу того, как вы видите, человек нормальный будущего. А нормальный человек будущего, вы знаете, ведь мы что предлагаем? Собственно говоря, говорим о церебральном сортинге. Мы предлагаем не создать человека будущего, упаси бог. А заменить, наконец-то, биологический отбор, который у нас существует. Ну, видите же вокруг себя, что происходит. Биологическая система сортинга. Биологическая такая, что в стаиде бабуинов у обезьян. Мы еще ни разу за всю историю человечества не использовали критерии рассудочные отбора. Ну, то есть человек не потому, как он лучше наворовал денег, оплодотворил больше женщин, занял высокую должность. А потому, что он что-то сделал. Вот по этому критерию, еще мы человечество не размножали ни разу. То есть мы очень долго возимся, как мартышки. И пытаемся сами себя отбирать в рамках биологического процесса. А здесь церебральный сортинг предлагает отказаться от биологического пути. То есть прекратить это безобразие. И начинать отбирать тех, кто может осознанно, с большим пониманием, решать наши задачи. А не доминировать друг на друга. Или эффективно отнимать у окружающих деньги. Понимаете? То есть человечество ни разу еще не попробовало себя, как человечество. Оно пока все как мартышки себя отбирает. И по обезьяним же критериям. Кто богаче, кто лучше устроился, кто эффективнее сделал карьеру. Вот критерии успешности. У нас нет объективных критериев успешности, связанных с человеческими качествами. В первую очередь с интеллектом и пониманием того, что происходит. А в чем, обратите внимание, скорее негативный отпор. Тот же Перельман уже упомянутый. Он сейчас уехал в Норвегию или Швецию. Жалко, он же газ. Но им очень трудно жить на пенсию мамы. Да, да.